С некоторых пор Как бы мы ни старались, как бы ни изощрялись, каким бы ни был страстным порыв наших сердец, призыв губ и пыл объятий, мы всегда одиноки. Ты думаешь, что я заговариваюсь? Послушай, с тех пор, как я почувствовал свою отчужденность от других, мне кажется, будто изо дня в день я все глубже спускаюсь в угрюмое подземелье. Не нащупываю его стен, не вижу ему конца, да и нет у него, быть может, конца. Я иду, и рядом со мной нет никого, и вокруг меня никого, и больше никто из людей не совершает этот мрачный путь. Это подземелье, жизнь. Временами мне слышатся шум, голоса, крики. Ощупью направляюсь я на эти смутные звуки, но я не знаю, откуда они доносятся. Я никогда не встречаю никого, и никогда не нахожу человеческой руки посреди окружающего мрака. Да, никто никого не понимает, чтобы люди не воображали, чтобы не говорили, чтобы не предпринимали. Разве знает Земля, что творится вон там, на звездах, огненным зерном, разметанных по Вселенной, таких далеких, что до нас доходит сияние только немногих из них, меж тем, как несметные полчища остальных, затерянных в беспредельности, и таких близких между собой, что, быть может, они лишь части одного целого, молекулы одного тела. И вот, человек столько же знает о том, что творится в другом человеке. Мы дальше друг от друга, чем от небесных светил, а главное, больше разобщены, потому что мысль непостижима. Нет ничего ужаснее постоянного соприкосновения с живыми существами, которых нельзя постичь. И любим мы друг друга так, словно нас приковали к стене совсем рядом, и мы простираем руки, но не можем дотянуться друг до друга. Мучительная жажда соединения терзает нас, но все усилия наши бесполезны, порывы напрасны, признания бесплодны, объятия бессильны, ласки тщетны. Стремясь слиться друг с другом воедино, мы лишь ушибаемся друг о другах. Сильнее всего ощущаю я одиночество, когда раскрываю сердце другу, потому что тогда особенно ясно понимаю непреодолимость преграды. Вот он здесь, передо мной, его светлый взгляд устремлен на меня, но душа, скрытая за этим взглядом, недоступна мне. Он слушает меня, но что он думает? Да, что он думает? Это мучение непонятно тебе? А вдруг он ненавидит меня? Или презирает? Или издевается надо мной? Он размышляет над моими словами, порицает, осмеивает, осуждает меня, считает, что я ограничен или глуп. Как узнать, что он думает? Как узнать, любит ли он меня так же, как я люблю его? Что волнует эту круглую, как шар, голову? Нет тайны больше, чем неведомая мысль другого существа. Скрытая и вольная мысль, которую нам не дано ни познать, ни направить, ни подчинить, ни сломить. А сам я, сколько ни стараюсь отдаться весь, целиком раскрыть все окна души, мне не удается довериться до конца. Где-то в глубине, в самой глубине, храню я тайник своего «я», куда никто не проникает. Никто не может найти его, заглянуть в него, потому что никто не похож на меня, никто никого не понимает. Женщины, как никто, заставляют меня ощущать одиночество. Сколько я выстрадал из-за них, потому что они чаще и больше, чем мужчины, заставляли меня поверить, что я не одинок. Когда приходит любовь, чувствуешь, что душа наполняется неземным блаженством. А знаешь почему? Отчего это ощущение необъятного счастья? Да только от того, что кажется, будто пришел конец одиночества, будто уже нет отчужденности, замкнутости. Какое заблуждение! Женщина — великий обман мечты, и больше, чем нас, томит ее вечная жажда любви, терзающее человеческое сердце. Тебе ведь знакомы чудесные часы наедине с ней, чей взгляд туманит ум. Какой бред кружит нам голову, какое самообольщение увлекает нас. Так и кажется, что она и я сольемся сейчас воедино. Но этот час никогда не наступает. И после недели ожидания, надежды, обманчивого счастья, я оказываюсь вдруг еще более одинок, чем до сих пор. С каждым поцелуем, с каждым объятием растет отчуждение. Такое безысходное, такое ужасающее. Даже в часы, когда в таинственном единении двух существ, в полном смешении всех желаний, всех стремлений, казалось, уже достигнуты самой глубины ее души, одно слово, одно единственное слово открывало нам нашу ошибку и, словно молния в ночи, освещало темную бездну, зияющую между нами. КОНЕЦ КОНЕЦ